Мы успели разобрать очень кратенько по необходимости два первых раздела буддийского канона, трепетки. Интересно то, что в буддийской традиции уже к рубежу новой эры возникло несколько способов истолкования достоверности именно этих разделов. По традиции считалось, что тексты и сутрапитаки, и винаиапитаки — это тексты, принадлежащие буддигаутаме. А вот относительно третьего раздела канона Абидармапитаки существует весьма значительное разногласие. Это связано с тем, что содержание трактатов, входящих в этот раздел, по сложности организации материала, По сложности подачи тех или иных фрагментов учения, значительная разница с сутрапитакой. Ну а что касается винаиапитаки или второго раздела канона, то, хотя этот раздел и не может быть призванным нарративом, текстом повествовательным, Он организован по типу набора высказываний, предписаний. Что же касается Абидармапитаки, третьего раздела, то он представлен и в палийской традиции, и в санскритской семью трактатами, так называемыми шастрами. Абидармапитака, да, весь этот раздел, по сравнению с сутрапитакой, Таким образом он занимает не очень значительный объем, хотя это довольно подробные, пространные трактаты, Но, естественно, с сутрапитакой они не идут ни в какое сравнение. В позднейшей комментаторской литературе сам термин Абидарма подвергается тщательному анализу, Хотя вот в современной будологии это название трактуется по довольно простой схеме. Абидарма – это высшая Дхарма, ну а вы, наверное, помните, что Дхарма с большой буквы – это учение Будды. Поэтому такая трактовка представляется достаточно двусмысленной, Поскольку предполагает, что наряду с основным рабочим учением Будды могло существовать и высшее учение. Таким образом, вот такую трактовку, наверное, не надо принимать в терминологическом смысле, Поскольку она основывается на чисто филологическом анализе слова Абидарма, Где вот лексема Абий соответствует префиксу приставки И означает буквально высшей то, что располагается над. Ну, можно отметить, что вот это лексема Абий один в один соответствует Слово «мета» в средиземноморской мыслительной традиции. Метафизика, металлогика, то есть то, что структурируется над Или идет после, так сказать, пазла основного материала. Поэтому вот тексты буддийской комментаторской традиции представляют большой интерес. Ибо там расписаны все те значения, в которых употребляется слово Абидарма. Прежде всего, Абидарма — это высшая мудрость. Высшая мудрость, ставящая свою целью постижение и достижение нирваны. Это Абидарма в узком смысле слова. Более широкой интерпретации Абидарма — это и высшая мудрость, и совершенно реальный материальный текст, излагающий пути обретения этой мудрости. Следует сказать, что хотя в Абидарма-питаку и входят, как в палийской, так и в самскриптской традиции, семь трактатов, но структура и значение этих трактатов интерпретируется по-разному. В палийском каноне, а это единственный канон, который сохранился и дошел до нас полностью, семь трактатов представляют собой различные аспекты описания и интерпретации внутреннего смысла того, что было высказано Буддыщ и нашло письменное воплощение в сутропитаке. Вот первый трактат палийского канона, составляющий Абидарму, называется «Собрание или совокупность дхарм» — «Дхамма сангани». Дхармы в таком толковании — это, прежде всего, название различных явлений сознания и способов сочетания и развертывания. Интересно то, что именно в «Дхамма сангани» мы встречаемся с методикой и методологией распределения и описания совершенно конкретного материала. Прежде всего, это списки ключевых слов, терминов, организованных по бинарному принципу. Это парные понятия. Прежде всего, а также списки вспомогательных слов, с помощью которых объясняется развертывание этих понятий. Ну вот пример такой бинарности. Дхармы, как явление сознания, делятся на две категории. Причина обусловленная и необусловленная, то есть абсолютные. На уровне религиозной доктрины это может быть представлено как описание сансары, то есть круговорота рождений, круговорота бытия, и нирваны, состояние вечного, неизменного и абсолютного. Дальше. Дхармы различаются в последующем двум категориям. С притоком аффектов, или загрязненные дхармы, и без притока. И вот способов распределения материала по такому бинарному принципу насчитывается больше дюжины. Наряду с бинарным принципом мы встречаем в этом первом трактате Абидарма-питоке и тернарный, то есть тройственный принцип организации материала. Естественно, наводит на мысль, что трактаты третьего раздела буддийского канона это комментарии к основным положениям, которые были высказаны в первом разделе в Сутра-питоке. В последний раздел канона входит несколько трактатов, описывающих типы причинности, способы ее развертки. Короче говоря, третий раздел буддийского канонического корпуса это религиозно-философская, или точнее философская интерпретация слова Будды. Что касается санскритского канона, то здесь, в Абидарма-питоке, трактаты выстраиваются в определенной иерархической последовательности. Поскольку самым главным трактатом этого раздела признается трактат, название которого в буквальном переводе может быть передано как провозглашение или формулирование основных принципов знания. В комментаторской традиции этот трактат и называется, собственно, телом учения, телом дагармы. в то время как шесть других трактатов истолковываются как ноги или опоры этого учения. Интересно то, что разные традиции истолкования образования и функционирования канона со временем привели к созданию, собственно, религиозно-философских школ буддизма. Первая известная нам школа называется «Вайбхашика». Что же означает это название? Оно является производным от другого опорного или базового слова «Вибхаша», что значит «комментарий» или «разъяснение». Поэтому иногда в буддологической литературе вот эта первая философская школа буддизма называется попросту герменевтической школой. Хотя это название и не очень принято, и не очень распространено, но тем не менее в специальной литературе оно присутствует. Откуда же появляется такое название? Дело в том, что трактаты, входящие в последний раздел буддийского канона, построены по совершенно особым принципам. Они базируются на числовые списки, и, другими словами, перечисления основных понятий, которые встречаются в сутропитаке. Вполне понятно, что таких вот ключевых слов, понятий, всегда ограниченное количество, сколь большим бы их число ни было. Понятно потому, что эти понятия в своей совокупности и образуют ту или иную религиозно-философскую систему, излагаемую в первом разделе канона. Поэтому вполне естественно, что с течением времени появляются разногласия к плане смысла этих ключевых слов, понятий. И даже третья часть буддийского канонического корпуса, Абидарма Питака, разрешить этих противоречий полностью так и не могла. Поэтому возникает уже постканоническая комментаторская литература. Известно несколько таких текстов. К сожалению, полностью до нас они не дошли. Они сохранились только в китайских переводах. Они не были переведены даже на тибетский. Интересно то, что все эти исходные комментарии включают свое название. Слово Абидарма. Это светильник Абидармы, мед и сладость Абидармы, название достаточно поэтическое, гирлянда, цветочная гирлянда Абидармы. Все эти трактаты объединяет способ организации структуры, знания излагаемого в третьем разделе канонического корпуса. Это прежде всего описание классов элементов. Мы с вами кратенько рассматривали эту категорию после 12 источников сознания. 18 классов элементов это достаточно полный и подробный способ описания работы сознания. Помните принцип, положенный в основу этой классификации по 18 классам элементов? Что образует эти 18 классов элементы? Нет, там очень простой принцип. Орган чувства, затем правильно, и затем соответствующая модальность сознания. восприятие, представление такое разнообразие способов истолкования основного содержания Абидарма Питаки привело со временем к необходимости создания всеобъемлющего труда, охватывающего это содержание полностью и во всех деталях. И вот такой труд, такое сочинение и получило название комментария или вибгаша вибгаша на санскрите. Таким образом первая буддийская философская школа возникла опираясь на этот базовый источник отсюда понятное название этой школы Вайбхаши Ка то есть школа которая следует комментарию. Иногда этот комментарий называется великим комментарием Махавибхаша. Примерно в этот же период возникает другая школа буддийской философии которая в качестве своего базового источника рассматривает только первый раздел буддийского канонического корпуса Сутра Питаку. И вот от слова Сутра образовывается название этой второй школы Саутрантика. Саутрантика то есть те вернее та школа которая опирается на Сутры или на Сутра Питаку. Между двумя этими школами развертываются довольно жесткие и распространенные дискуссии по поводу достоверности базовых источников. Ну, естественно достоверность Сутра Питаке не вызывает никакого сомнения даже у Вайбашиков. А вот что касается третьего раздела канонического корпуса Абидарма Питаке то вот эти Саутрантики говорят что третий раздел не был создан Буддой. Он не обладает той абсолютной достоверностью которая присуща двум первым разделам Сутра Питаке и Вина Питаке своду дисциплинарных правил. И действительно в третьем разделе иногда встречаются имена исторических личностей которые жили и проповедовали спустя несколько десятилетий после достижения учителя великой нирваны. И вот здесь Вайбашики очень остроумно и легко выходят из положения. они говорят что если тексты Абидарма Питаки и не были начитаны самим учителем Богована Будды то во многом эти тексты опираются на списки тех понятия понятия которые буду употреблял в своих сутрах беседах наставлениях обращенных к широкому кругу последователей вот эти совокупности или списки понятия получили название матрик или говоря попросту матриц учения поэтому чтобы не говорили саутрантики истинным автором Абидарма Питаки выступает учитель Будда вот такое отношение к авторству получает дополнительное подкрепление в принятии двух источников истинного сознания или вернее в признании двух способов обоснования достоверности первый способ это умозаключение или логический вывод правильно построенное рассуждение приводит в результате к истинному выводу который находит подтверждение в канонических текстах то есть попытка сформулировать рациональные основания подходе истолкование учения по сути дела это первая форма буддийского рационализма саутратики признают такой способ доказательства но высшим авторитетом они признают авторитет сутр и поэтому если сравнивать результаты полученные путем выводного знания то все равно высшим критерием их истинности будет то насколько и в каком объеме они соответствуют содержанию сутр и вот эта борьба между вайбашиками и саутрантиками проходит по большинству текстов которые могут быть отнесены к ранней постканонической традиции история становления и развития религиозно-философских школ буддизма показывает что первая философская школа обладала огромным авторитетом так самая мощная буддийская школа получает название школы которая учит о том что все существует по поводу этого тезиса разворачиваются многочисленные дискуссии поскольку вот этот тезис что все существует отнюдь не эксплицитен что значит все существует есть несколько способов истолкования этого тезиса что все существует в том смысле что прошлое настоящее и будущее реальны хотя они обладают разными степенями реальности и вот именно такая интерпретация получает наиболее широкое распространение но сами последователи этой школы утверждают что базовый тезис оппонентами понят совершенно неправильно его следует трактовать в одном единственном смысле все существует означает что существуют только дармы только дармы обладают высшей степенью реальности а мы помним что дарма это элементарное далее неразложимое состояние сознания своеобразный квант психики и получается что с точки зрения буддийских теоретиков реальны вот только эти элементарные состояния сознания или дармы но они реальны только в одном смысле что именно они и обусловливают процесс развертывания этого круговорота бытия круговорота рождений смертей новых смертей и так далее круговорота сансары собственно вот на интерпретации реальности дарм и основывается разделение или деление буддийского буддийской философии на основные школы и направления основной вопрос буддийской философии таким образом это вопрос реальности дарм вот вот вайбашике представители первой буддийской философской школы придерживаются тезиса что есть 75 дарм или состояния сознания обладающих абсолютной реальностью представители второй школы признают реальность отнюдь не всех дарм списковой башек они вводят развлечение относительно реальности дарм с их точки зрения или вернее в их системе ряд дарм существует реально а другие дармы обладают чисто номинальным существованием и могут быть приняты или признаны только потому что с их помощью можно легко и с большой степенью достоверности объяснять процесс развертывания круговорота бытия тем не менее ряд дарм реальными сущностями не являются их бытие бытие чисто номинально е это две наиболее ранние школы буддийской философии последующий период вот эта вот проблема реальности дарм ляжет в основу возникновения еще двух школ буддийской философии возникнет школа которая получит название школа защищающая учение о пустоте о пустоте дарм вот вот интересно то что и в буддийской литературе и в литературе буддологической вот этой самой проблеме пустоты посвящено множество работ более того в определенном смысле можно утверждать что скажем буддизм центральной Азии в качестве своей базовой философской посылки принимает учение о пустоте но и здесь нет никакого единообразия без толкования этого ключевого слова термина что значит дарм пусты в базовых работах этой школы учение о пустоте получает детальнейшую разработку дармы пусты в том смысле что каждая из них причина обусловлена и в этом смысле дарма не является чем-то самодостаточным а истинно реальное должно быть самодостаточным по необходимости несколько позднее возникает четвертая школа буддийской философии которая получает название школы следующей учению или теории сознавания я что согласно учению этой школы высшей степенью реальности обладает только акт сознавания я я эта школа получает название виджиня навада буквально учение о сознании и интересно и то что вот видение навада признает существование большинства адгарм списка первой буддийской философской школы вайбашики с одной существенной поправкой все эти адгармы существуют но они существуют обладая меньшей степенью реальности чем так называемое базовое сознание сознание и вот это самое базовое сознание терминологии этой школы получает название сознание сокровищницы сознание тире сокровищница но интересно то что при анализе основных категорий с которыми мы сталкиваемся еще в сутропитоке оказывается что вот это учение школы видения навада представляет собой развитие одного тезиса который упоминается вскользь но тем не менее дает нам основание утверждать что вся эта школа вечня навады основывается на очень своеобразной интерпретации одного из классов элементов ну действительно если вы вспомните структурный принцип по которому и выстраивается классификация принятая вернее классификация элементов по 18 классам то что там оказывается вот ну понятно органы зрения цвет форма зрительное сознание и так далее таким образом мы получаем 15 классов элементов да где вот 5 классов это разные модальности чувственного сознания далее 16 класс это интеллект манус который направлен на дармы а дармы то есть элементарное далее неразложимое состояние сознания вот в результате этого взаимодействия мы получаем последний 18 класс ментальное сознание или рациональное сознание и вот по сути дела центральная концепция вот этой самой вичния навады школы признающей высшую степень реальности сознания по сути дела базируется на таком своеобразном истолковании класса дгарм которые выступают объектом для мануса или интеллекта ну может быть это так и не очевидно сходу но если поразмыслить то не остается никаких сомнений что центральный тезис этой школы это признание базового значения вот этого самого класса дгарм это то что следует знать о раннем этапе становления и развития буддийских философских школ ну а что касается собой буддийской повседневности то мы помним что высшим религиозным идеалом всех ранних школ буддизма является архат это монах который в результате длительной подвижнической практики избавился от своих аффектов интересно то что такой народно буддийской культуре архат это тот кто ну ари хан тот кто уничтожил своих врагов ари а врагами архата выступают аффекты а теперь давайте вспомним как формулируется вторая благородная истина истина возникновения страдания что является причиной возникновения и развертывания страдания жажда а что такое жажда жажда это такое простонародное или упрощенное название одного из базовых аффектов жажда быть жажда обладать то есть страсть да влечение таким образом архат это тот кто уничтожил свои влечения кто освободился от них согласно распространенной точке зрения только архаты обладают возможностью достижения нирваны ибо только они могут освободиться от аффектов а что такое освобождение от аффектов другими словами это устранение причины страдания причины круговорота бытия а прекращение страдания это и есть обретение нирваны бытия истинного поэтому понятно что на протяжении ранее 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 периода истории буддизма именно архаты составляли элиту буддийского религиозного движения остальные члены санги буддийской общины в широком смысле слова не могли рассчитывать на освобождение в этой своей жизни по очень простой причине если не вели монашеский образ жизни то они не могли создать соответствующих условий освобождение освобождение от этих различных форм привязанности освобождение от аффекта но они могли рассчитывать на лучшую на более благоприятную следующую форму рождение я в которой возможно они приобрели вот этот самый статус полноправного монаха способного все свое время посвящать созерцанию и различным психотехническим процедурам очищения сознания очищения вполне понятно что такой статус архатов не мог не вызывать внутреннего сопротивления большинства членов буддийской санги в широком смысле слова поэтому возникает система представлений согласно которым основной акцент переносится на совершенно особый тип личностей которая получает название бодхисаттвы таким образом если архат это высший идеал раннего периода существования буддизма то теперь наряду с ним появляется и мой идеал идеал бодхисаттвы ключевое слово бодхисаттва имеет достаточно длительную историю буквально это слово означает саттва существо ориентированное на достижение бодхи то есть просветление я то есть бодхисаттва это еще не будда непросветленный и вот интересно то что в буддийской мифологии которая достаточно широко представлена в постканонических текстах мы встречаемся с упоминанием о том что в каждую космическую эпоху каждую кальпу существует свой будда свой истинно просветленный и что вот будде шакьямуне предшествовало шесть других будд он последний в этой цепочке и что во время жизни и проповеди первого мифического Будды Дипанкары вот Сидгарт Гаутама был бодхисаттвой существом ориентированным на достижение просветления и именно при первом Будде вот Сидгарт принял обет Сидгарт согласно которому в одну из будущих кальп в один из будущих космических периодов он достигнет просветления с одной единственной целью формулируется довольно красиво протянуть руку помощи всем тем кто увяз в трясине сансары в этом круговороте рождений смертей новых рождений новых смертей таким образом получается что Сидгарт Гаутама это первый бодхисаттва в истории буддизма и на ранних этапах функционирования буддийской санги общины слово бодхисаттва употреблялось только применительно к Будде Гаутаме жившим в один из предшествующих космических периодов Затем возникает совершенно новая концепция бодхисаттва причем эта новая концепция возникает вперед развертывания этого противостояния идеалу архата теперь большинство живых существ признается бодхисаттвами то есть ориентированными на достижение просветления согласно новой точке зрения для того чтобы достичь просветления вовсе не обязательно становиться монахом достаточно оставаться на второй стадии жизнедеятельности вот в этой традиционной брахманистской схеме помните четыре стадии жизнедеятельности сформулированные в ортодоксальном брахманизме где-то в период окончательного сложения и редактирование классических упанишат ну первая стадия это стадия ученичества вторая стадия стадия дома хозяина третья стадия стадия пребывания в лесах и четвертая стадия стадия святого отшельничества так вот теперь для того чтобы достичь состояния просветления достаточно остановиться на второй стадии стадии дома хозяина а вы помните чему соответствует эта стадия в обычной схеме индийской идеологии кто такой домохозяин совершенно верно семьянин то есть это с ортодоксальной точки зрения это дважды рожденный который прошел стадию ученичества то есть стадию обучения о ведейскому сакральному знанию это стадия заканчивалась обычно где-то в двадцати годах когда вот дваждерожденный возвращался снова назад семью он проходил через первую ступень посвящение или инициации то есть он становился полноправным членом древнеиндийского общества теперь он мог вернее не мог а был обязан жениться и начать жизнь домохозяина то есть активного участия в создании материальных благ в обеспечении благоденствия семьи клана рода государства но это то что касается идеологии а применительно к буддизму выдвижение на передний план идеала бодисатвы коррелировало с совершенно определенными социальными условиями дело в том что буддизм нуждался сильной государственной поддержки и действительно в третьем веке до новой эры при императоре Ашоке буддизм превратился в единственную или в одну из государственных религий поскольку Ашока отличался широкой веротерпимостью и оказывал материальную поддержку от лица государства не только буддистам но и естественно вот традиционным брахманам жрецам а кроме того представителям других ну можно сказать сект джайнам аджиевикам Ашок проводил политику которая в истории древней Индии получила название торжества дгармы или победы дгармы дгарма виджая но вот в буддийской постканонической литературе Ашока рассматривается как последователь учения Будды согласно некоторым текстам Ашока был буддистом мирянином трудно сказать насколько соответствовала исторической реальности но именно в период правления императора Ашоки и были созданы эти знаменитые эдикты которые с исторической точки зрения выступают в качестве одного из наиболее достоверных источников реального существования буддийской санги а самое главное состояло в том что Ашока выделял весьма значительное средство на строительство буддийских монастырей именно при императоре Ашоки и возникают первые монастыри которые получают название вихара что значит место пребывания или место обитания достойных но когда буддийская санга лишилась государственной поддержки то естественно возникла проблема за счет чего она будет существовать только монашеская община жива главным образом за счет подношений мирян то здесь возникла ситуация необходимости рецепрока то есть взаимности мирянам нужно было дать что-то взамен трансформация идеала бодисаттвы связано только с этими весьма суровыми социальными условиями существования буддийской санги носителями знания и мудрости до этого были только монахи и не просто монахи а высшая элитарная часть монашества архаты теперь же то есть на рубеже новой эры возникают совершенно иные идеалы появляются тексты которые с точки зрения монашеской общины каноническими не являются но вот новые идеологи поступают очень продуманно выдвигая свое понимание слова Будды согласно этой новой интерпретации Будда произносил одно слово а его слушатели в зависимости от образования уровня социального положения в этом слове понимали именно то что имело непосредственное отношение к ним и вот некоторые теоретики нового направления в буддизме выступили отнюдь не с ортодоксальной интерпретацией вот этого слова или учения Будды согласно новой интерпретации поскольку вот слово Будды обладало не только сакральной но и совершенно непостижимой природой то канон трепеток были в состоянии слушать только те кто входил в раннюю сангу раннюю общину а наряду с ними существовало много других личностей для которых слово Будды означало совершенно иное и так возникло возникло учение о том что слово Будды существующие вечно было явлено только сейчас на рубеже новой эры а раньше оно было сокрыто для понимания и более того это слово то есть учение Будды даже было письменно зафиксировано но эти тексты хранились в царстве подземных ну как их назвать это не драконы конечно это наги змеи царстве змеи которое располагалось где-то в глубинах то ли океана то ли глубоко под землей и вот теперь в связи с возникновением совершенно новых обстоятельств это слово Будды было как бы явлено интересно то что когда начали возникать совершенно новые тексты не канонические одним из первых возникла такая сутра полное ее название Лотсовая сутра истинного учения ну обычно эту сутру называют просто Лотсовая сутра там более 20 глав и вот одна из глав в одной из глав рассказывается о том как какое-то мгновение из глубин земных выскочило множество буддисаток вот буддизм Лотсовой сутры это наиболее распространенная форма буддизма в Японии и до сих пор и есть и издается даже вот японский буддийский журнал с таким несколько странным на взгляд непрофессионала названием выпрыгнувшие из-под земли а на самом деле это такие вот реминесценции по поводу раннего периода распространения новых сутр когда вот согласно новым представлениям эти сутры или тексты Будды были сокрыты и оказались явленными подходящее время и в подходящих обстоятельствах так начался новый период в истории буддизма получивший название буддизма Махаяны Махаяна что значит великий путь или великая колесница имена идеологи этого нового направления в буддизме и придумали название для базового или ранее классического буддизма они назвали этот буддизм Хинаяна Малый или узкий путь вернее тут вот интерпретация такая Хинаяна это узкий путь то есть путь для немногих путь архатов или Малая колесница Малая потому что способна она увести отнюдь немногих а Великая колесница вернее на Великой колеснице в состоянии разместиться все именно в этот период возникает одна из ранних сутр Махаяны которая получает название учение или наставление одного домохозяина по имени Вимала Кирти ну Вимала Кирти это имя собственное и вот здесь интересно то что в роли слушателей вот этого высоко эрудированного и ориентированного на просветление дома хозяина выступают персонажи известные из буддийского канонического корпуса слушателями этого Вимала Кирти были монахи которые составляли ближайшее окружение Будды Гаутамы ну конечно и в связи с этим полностью меняется обычный набор представлений о личности самого Будды Гаутамы ибо в раннем классическом буддизме Будда Гаутама был одним из вернее первым среди равных в этом соннище архаатов еще не было никакого обожествления Будда был учителем но не создателем учения и в каноне ему приписываются слова возникают ли Будды или нет этот ход вещей остается вечным и неизменным а именно что все есть что все не вечно анития все лишено этого индивидуального я вечного и неизменного лишено атмана так анития все есть страдание таким образом получается что Будда вовсе не сформулировал это учение он был его первым провозвестником но в период возникновения и развития Махаяны представление о Будде меняется полностью теперь он рассматривается в качестве трансцендентной личности этим пара понятия обычно переводят индийское название вернее индийское слово которое буквально означает локоттера то есть далеко превосходящий явленный мир тот кто далеко превосходит явленный мир ну в общем то слово трансценсус довольно хорошо соответствует смыслу этого индийского слова далее Будда постепенно превращается в космический принцип и его явление в мире это как говорят буддисты явление явление вследствие магического творения или створения тела ну вот если рассматривать эти линии рассуждений да то тут можно заметить определенное универсалий свойственное и другим мировым религиям то есть что это означает это означает что Будда является в мир в своем тварном теле теле сотворенном теле физическом но на самом деле это иллюзорное явление ибо Будда есть ничто иное как космический принцип ну и для историков философии для историков религии здесь возникает большой соблазн допущение что вот все эти переформулировки представляют собой уступки не столько буддиста мирянам членам буддийской общины в широком смысле слова сколько традиционной брахманистской идеологии ибо по сути дела что-то похожее вернее что-то а о чем-то похожем мы слышали при изучении классических упанишет из зарождающегося индуизма ну действительно в буддологической литературе вернее в современной буддологии существует группа ученых придерживающихся очень жесткой интерпретации этапов истории буддизма согласно их точке зрения буддизмом в истинном смысле слова может быть признан только ранее классический этап его истории то есть то что в махаянской традиции получило название хинаяны малого малой колесницы или узкого пути остальные фазы истории буддизма это фазы непрерывных уступок брахманистской то есть новой индуистской идеологии и вот эти уступки со временем приводят к тому что где-то к одиннадцатому веку буддизм лишается так сказать родной материнской основы он все больше и больше сливается с индуизмом и в конце концов исчезает на индийском субконтиненте в своем прежнем качестве ну так это или нет об этом видимо рассуждать преждевременно потому что это должен быть введен научный оборот и изучен комплекс буддийских текстов этого периода но тем не менее на уровне предположений или научных или может быть полнаучных гипотез можно если не согласиться с этой точкой зрения то во всяком случае допустить ее определенная основательность в ранний период становления махаяны возникает еще одно совершенно новое представление о личности Будды теперь его начинают ее вернее начинают трактовать как Будду изначального Ади Будду образ его резко мифологизируется ибо Ади Будда функционально соответствует брахме индуистской традиции или Ишваре верховному абсолютному существу предшествующей самке йоги таким образом получается что если вот вновь сконструированный идеал бодисаттвы и не вытесняет полностью классический идеал архата то во всяком случае он существует наряду вот с классическими представлениями о буддийской монашеской санге и о роли и функции архата а так вот новый буддизм буддизм махаяны где-то к пятому веку новой эры порождает из себя еще одно направление это направление получает название ваджираяны алмазной колесницы или алмазного пути если согласно представлениям классического буддизма для достижения просветления монаху потребуется по меньшей мере шесть новых рождений ну в том случае если он начинает что называется с нуля принимает обет монашество вступает в сангу и проходит весь путь полного тренинга то ему потребуется шесть рождений махаяни махаяни появляется совершенно новое представление о том что для полного совершенного просветления требуется сотни если не тысячи новых жизней то есть идеал Будды идеал просветления отодвигается отодвигается как бы мифологическое будущее мифологическое потому что обычному сознанию очень трудно представить себе этот самый путь сотни или тысячи новых рождений а в алмазной колеснице появляется совершенно новое представление последователи алмазного пути говорят что просветление можно достичь на протяжении данной жизни если следовать совершенно особым алмазным путем а алмазный путь или алмазная колесница есть ничто иное как принятие совершенно новых форм религиозности значительной степени базирующихся на архаичных магических практиках и представлениях на так называемой индийской тантре тантре исторически последняя форма буддийской религиозной идеологии представляющая своеобразный синтез того или лучше сказать с тем что развивалось в рамках индуизма и действительно вот в непале например а до этого в кашмире начали возникать совершенно особые формы межрелигиозного синтеза вот в индуизме где-то первые века новой эры огромное распространение получает культ шивы шива один из индуистской высшей божественной триады ну наряду с шивой у нее входят вишну и брахма собственно вот брахма это верховное божество достаточно абстрактное это божество мыслителей немногочисленных практиков а вот шиваистская и виштуистская формы индуизма получают поистине все индейское распространение ну так вот культ шивы возникшие где-то на рубеже третьего четвертого века в новой эры распространяется по всему субконтиненту и в особенности укрепляется на севере Индии в Кашмире а вот Кашмир ведь до этого считался буддийской цитаделью именно в Кашмире жили крупнейшие буддийские учителя и теоретики именно в Кашмире согласно традиции был создан может быть один из величайших текстов историй из истории классического буддизма энциклопедия Абидармы и вот где-то в 7-8 веках векам веков в Кашмире возникает совершенно особая форма синтеза которая получает название шива буддизм ну не в реальной истории а специальной эндологической литературе и вот эта форма религиозности затем распространяется и в Непале причем этот синтез отчетливо совершенно прослеживается в храмовой архитектуре где навершием буддийского храма может выступать не столько изображение шивы сколько его пара глаз над которыми выступает паралисовка так называемого третьего глаза глаза буддрости ну это так сказать позднейший этап развития буддизма в южной азии еще уже на индийском субконтиненте а до этого буддизму предстоит пройти достаточно длительный исторический период где-то 600 или 700 лет в течение которого буддизм действительно достигает высшей точки своего развития именно в этот период окончательно складываются школы буддийской философии именно в этот период начинается выход буддизма за пределы материнской почвы он получает распространение прежде всего в тибете ну правда до этого буддизм основательно укрепился в китае но способ распространения буддизма в китае в тибете довольно разнились ну и понятно что здесь имеется виду где-то после письменной фиксации буддийского канона когда началось распространение буддизма страны юго-восточной Азии то монахи миссионеры как правило несли с собой везли да этот недавно письменно зафиксированный канон поэтому буддизм в странах юго-восточной Азии представлял собой форму воспроизведения того что существовало на субконтиненте а вот с продвижением буддизма в китае все стояло несколько по-иному во-первых буддизм распространялся в китай двумя путями через северо-западную Индию Афганистан Восточный Туркестан это нынешняя как же она называется Синьцзян Уйгурская автономная провинция и вот по этим двум ответвлениям великого шелкового пути а другой путь распространения буддизма в Китае морской путь путь вдоль южного побережья вдоль тогда еще не существовавших стран юго-восточной Азии на восточное побережье Китая вот не случайно в научной или полу научной буддологии существует определенный миф относительно того что якобы в буддийском монастыре близ Шанхая хранится так называемая рукопись вернее рукопись которая носит условные названия точечных записей ну это легенда существует до сих пор хотя вот ну по крайней мере в буддологии буддология не знает ни одного реального человека который бы видел эту самую рукопись своими глазами но тем не менее история связанная с этой рукописью весьма интересна согласно этой истории или вернее история это миф после достижения будды великой совершенной нирваны один из монахов который позднее стал паломником сделал отметину тушью вот на свитке записью одной из сутр Будды и затем каждый год да этот вот монах став паломником проплыл вдоль побережья да юго-восточной Азии и оказался в Шанхае где скорость после этого был основан один из первых буддийских храмов в Китае и там вот эта самая рукопись стала самой сакральной ценной реликви и каждый раз когда отмечался день рождения Будды а это всебуддийский праздник Будда Джаэнт называется он на этой самой рукописи делалось и ставилась вот эта самая точка тушью и таким образом якобы это абсолютно достоверное свидетельство материальное свидетельство на основании которого можно точно рассчитать день великой совершенной нирваны Будды я не помню сколько там согласно этому мифу было поставлено точек больше 800 по-моему но вот интересно то что когда этот миф стал известен и некоторые Буддологи во Франции первоначально попытались пересчитать вот это мифическое количество точек связанных с датами принятыми относительно великой нирваны Будды то оказалось что эта вот нирвана произошла в 483 году до новой эры интересно то что по традиции даже принятой ЮНЕСКО вот в 1956 году отмечалась годовщина я правда не помню нирваны или рождение Будды в 1956 году вот ну считалось что это 2500 лет со дня рождения Будды ну правда после этого точка зрения появилась еще две точки зрения согласно последней из них Будда достиг великой совершенной нирваны спустя сто лет после воцарения императора Ашоки что отодвигает а Ашока сел на индийский трон сейчас дай бог поняти 200 то ли в 268 году до новой эры то ли в 263 значит соответственно нирвана Будды передвигается в сторону рубежа новой эры на сто лет вот с этой точки зрения придерживаются немецкие будологи но вот факт остается фактом что поскольку никто эту рукопись называемую точечной запись не видел то ли это изобретение уже нового времени трудно сказать то ли это реликты какого-то мифа ну с моей точки зрения это вряд ли соответствует реальности то есть не просто в ряде соответствует реальности а реальности совершенно не соответствует потому что там фигурирует запись одной из сутр Будды в то время как хорошо известно что сакральные тексты в этот период письменной фиксации не подвергались то есть никакой рукописи на пальмовых листик или на бересте которые могли бы быть синхронными годами жизни Будды вообразить просто невозможно но тем не менее вот факт остается факт такой научный или полу научный миф существует мы познакомились с вами по необходимости очень кратко кратко с базовыми моментами истории становления и развития буддизма с буддийской доктриной и вот осталось нам рассмотреть буддийскую повседневность это жизнь санги то есть общины в узком смысле слова ибо как вы помните санга образовалась только монахами собственно под этим и надо понимать сангу в узком смысле слова а вот санга широкая большая санга это мирские последователи буддизма то есть миряне но нам прежде чем мы перейдем к рассмотрению буддийской повседневности в этой малой санге предстоит тоже очень кратко и в самых общих чертах познакомиться с путями распространения буддизма на восток на юг на юго-восток на север-запад это важно потому что именно это распространение превратило индийскую неортодоксальную религию под названием дхарма в первую мировую религию вы уже знаете что большим покровителем дхармы то есть буддийского учения был император Ашока живший вернее правивший в середине третьего века до новой эры именно благодаря его деятельности и начался этот процесс распространения за пределы Индии так в одном из достаточно поздних неканонических текстов в одном из текстов говорится о том что император Ашока так проникся идеями гаутамы Будды что настоял на том чтобы его второй сын по имени Махинда принял буддизм и стал полноправным монахом согласно материалам того же самого текста этот текст представляет собой определенную разновидность ранних буддийских хроник и называется он великое повествование о деяниях Будды так вот согласно одному пассажу в этом тексте император Ашока послал своего сына сначала в южную Индию откуда он должен был перебраться на Шриланку то есть на Цейлон сами цейлонские буддисты ведут счет основанию буддизма на Шриланке вот со времен этой миссии сына императора Ашоки одновременно происходило распространение буддизма и на северо-запад если представить себе географическую карту то северо-запад это Пакистан Афганистан граничащий на западе с Ираном а прямо на север это бывшие республики бывшие Средней Азии бывшего Советского Союза Таджикистан на северо-восток Киргизия Узбекистан Казахстан и Туркмения В древности же этот огромный регион занимало довольно большой по размерам Бактрийское государство или Бактрия как чаще всего говорят это государство возникло в результате похода Александра Македонского на восток когда его когорты прошли вплоть до восточных границ современного Таджикистана поход Александра продолжался где-то два года после чего его измотанная армия начала отход назад ближе к Роди армия была страшно измотана потом и македоняне и греки столкнулись совершенно неизвестным и непривычным климатом малярия была поголовной так что действительно легионы Александра Македонского были страшно измотаны армия ушла но значительное количество воинов воинов предпочло остаться на территории и северо-западной Индии и в между речи сэрдари и амудари именно там в течение нескольких последующих десятилетий и образовалось это государство получившее название Бактрии иногда в исторической науке это государство еще называется греко-бактрийским государством то есть воины Александра Македонского осели на одном месте началось смешение с местным населением в результате чего появился этот квази-этнос крик-бактрийский кстати вот это обстоятельство сыграло значительную роль в истории становления государственности в этом регионе ибо часть воинов были достаточно образованными людьми и своим новым поприщем они избрали совершенно иной род деятельности мы вкратце говорили с вами о буддийской канонической литературе вот если помните первый раздел буддийского канона кстати как он называется помните нет палийский канон это на языке пали а вот первый раздел канона первая корзина с утра питака с утра питака совершенно верно ну напали будет с утра питака так вот с утра питака первоначально состояла из четырех разделов ну это принцип организации сутр то есть бесед наставлений в зависимости от их пространности вот тридцать две самые длинные сутры вошли в первый раздел более краткие во второй третий и четвертый а со временем по видимо ближе к рубежу новой эры образовался пятый раздел с утра питаки который ну в переводе с санскрита или с пали получил название ну раздела представляющего собой так некую смесь текстов то есть туда были включены тексты которые в первоначальный период функционирования буддизма каноническими не признавались кстати вот именно в этот раздел вошел один из наиболее древних буддийских текстов древних по сути судя по языку грамматики и стилистике этот текст называется ну на языке пали драма паада стихи о дгаме то есть учении будды кстати этот текст был переведен на русский язык ныне покойным академиком Владимиром Николаевичем Топоровым с языка пали и вышел в отдельным компактным и достаточно интересным изданием перевод перевод вышел в 1960 году если мне не изменяет память так вот в этот же самый раздел куда входит гаммопада вошел еще один текст текст на создание которого огромное влияние оказал и греческий древнегреческий язык и в более широком смысле древнегреческая культура этот текст сохранился он ну прежде всего на языке пали конечно но он представлен также и санскритской версии там палийское слово будет называться дхармапада а соответственно вот этот текст которым идет сейчас речь на санскрите на санскрите не сохранился но зато он полностью сохранился в палийской версии канона и этот текст называется Мелинда Паньха Мелинда Паньха на языке пали это название может быть переведено на русский язык как вопросы царя Мелинды вопросы царя Мелинды и вот этот бактрийский царь Мелинда по всей вероятности был одним из потомков диадохов наместников Александра Великого и носил ну будучи наполовину по крайней мере греком или македонянином имя Менандр ну в индийском прочтении Менандр и в дауна Мелинду этот текст в истории буддийской литературы стоит совершенно особняком потому что представляет собой определенный срез древнегреческой гуманитарии и прежде всего срез дающий нам отчетливое и достаточно представление о построении того что ныне называется дискурсом а в древности представляло собой усную а затем и письменную фиксацию диспута то есть спора там в полной мере представлены вся аристотельская силогистика более того можно проследить даже некоторые реликты ведения диспута в странах Средиземноморья так называемые колючки колючки потому что в ходе диспута спорящие прибегали к совершенно определенным приемам которые кстати разрабатываются сейчас весьма активно в технологии так называемого черного пиара ну например одной из колючек был совершенно поразительной обычай сделать вид одному из оппонентов что он заснул причем самое главное в этих обстоятельствах было захрапеть что должно было закрепить в сознании и зрителей и диспутатов представление о том что вот этот спорящий проспал всю аргументацию своего оппонента и вот таких мелких и противных методов используемых для того чтобы сбить противника с толку насчитывается достаточно много вот интересно то что в более поздний период где-то спустя ну по меньшей мере пятьсот шестьсот лет вот эти самые колючки то есть приемы во время диспута используемые во время диспута избивающие оппонента с толку получили тщательную разработку уже приведительно к диспутам которые были институционализированы то есть обрели совершенно официальный полу государственный статус в тибетских монастырях ну так вот в Мелинда Паньхе в вопросах царя Мелинды приводится любопытный разговор Нагасены это был Раджа царь правитель соответствующего региона с вернее Нагасена был монах беседующий с царем Мелиндой кстати вот этот текст получивший позднее статус канонического также был переведен на русский язык где-то в семидесятых годах таким парибоком или парибком ну правда это где-то начиная с конца девятнадцатого века этот текст очень активно переводился и на английский язык на французский и на немецкий так что вот русский перевод был последним в этой череде западных переводов этого греко-буддийского текста ну для историка буддийской идеологии вот наличие и главное содержание такого текста выступает явным свидетельством того что буддизм уже далеко вышел за пределы собственно Индии в России ибо Бактрия в своей северной части занимает значительную часть вернее занимает полностью нынешнюю Таджикистан часть Узбекистана и примерно до половины северо-восточной части Казахстана то есть это огромный то есть уже в это время это конец 3 века и начало 2 века до новой эры уже были зафиксированы вот эти контакты буддийских монахов в данном случае с местным правитель так что начало периода распространения буддизма за пределы мы можем датировать приблизительно с середины 2 века до новой эры если не считать это полумифическое свидетельство о том как Ашока за восемьдесят лет до этого послал своего сына распространять дарму то есть учение Будды на Шри-Ланке или на Цейлоне из Бак-3 буддизм начал распространяться в двух направлениях на запад и на восток ну а к востоку от Бак-3 располагался Китай Китай в котором задолго до этого завершилась прокладка великого шелкового пути вот того самого величайшего маршрута древности который связывал Китай со сторонами бассейна Средиземном муриях и вот пошел кому пути вместе с караванами двигающимися в направлении столицы Китая Алояна были и буддийские монахи проповедники они несли слово учителя слово гаутамы Будды на восток от той колыбели где и возник Буддист в значительной степени вот такая реконструкция возможных маршрутов буддийских монахов представляется достаточно умозрительной то есть она не опирается на археологические или эпиграфические свидетельства фундировано распространение буддизма на восток можно говорить со времени появления первых переводов буддийских канонических текстов на другие языки и прежде всего на китайские я уже вам говорил что именно благодаря деятельности китайских да и не только китайских переводчиков буддийский канон своей санскритской версии и дошел до нас практически полностью ибо в оригинале на санскрите он не сохранился он был уничтожен в процессе вторжения мусульман в Индию в этот период одиннадцатого двенадцатого веков но на китайском языке в переводе он сохранился практически полностью и вот изучение первых переводов буддийских текстов на китайский язык проливает достаточно много света на историческую ситуацию того времени и на этническую принадлежность переводчиков потому что ну кто мог быть первыми переводчиками буддийского канона на китайский явно не китайцы не китайцы потому что период усиленных контактов между Индией и Китаем только начинался короче говоря не было китайцев знающих древний индийский язык санскрит но полиглотов было достаточно те времена и эти полиглоты в основном это проводники караванов шедших по великому шелковому пути в обоих направлениях и на восток к Лаяну столице Китая и на запад туда где вот располагается современный Багдад дальше Сирия и по-видимому существовала и северная ветвь где она начиналась на среднем востоке сказать трудно но она шла через Иран и Турцию ту часть Турции которая называется Малой Азией и в Европу так вот эти самые проводники исторические и были вот с этими самыми первыми полиглотами то есть людьми знающими несколько языков поэтому первый период перевода канонических текстов на китайский был период очень активной работы не китайцев а ну скажем так центрально азиатов то есть тех кто проживал в центральной азии ну в прежней географической номенклатуре это восточный Туркестан который теперь называется Синьцзян уйгурским автономным районом китайской народной республики ну а где располагался западный Туркестан кто помнит или знает и что вот царской географической номенклатуре называлась Туркестаном или западным Туркестаном Туркестан бывшие республики вот Средней Азии более того военной номенклатуре существовало вот это самое обозначение Туркестанский военный округ вплоть до тридцатых годов прошлого века так что Туркестан это огромнейший регион ну представляете если на востоке это граница с внутренней Монголией а на западе это граница с Ираном и с Турцией это огромная территория была населена различными этносами там вот жили и кушаны и потомки скифов потомки гунов ну этногенез этого региона изучен весьма приблизительно многое остается непонятными неизвестно но факт остается фактом что вот первые переводчики буддийских текстов санскрита на китайский были жители вот как раз этого региона в будологии считается что первые переводы на китайский датируются вторым веком новой эры правда переводы эти не дошли до нас не сохранились но упоминание о них присутствует в последующей литературе известно несколько имен переводчиков на китайский но по сути дела серьезно о истории таких переводов можно говорить начиная с переводчика раннего средневековья который носил имя Кумара Джива Кумара Джива это индийское имя как его звали на самом деле неизвестно но в буддийской традиции он зафиксирован под этим именем это пятый век новой эры именно тогда старая переводческая школа достигла весьма значительных успехов в переводе буддийских текстов на китайский но Кумара Джива не был китайцем а это говорит об очень многом и прежде всего потому что чего-то не успели записать а чего не успели успели но молодцы молодцы в Китае к этому времени сложился великолепно отработанный кодифицированный древнекитайский литературный язык так называемый выньянь более того искусство иерогрифики искусство письма всегда имело в Китае очень широкое распространение кстати вот при жесткости социальной иерархии государства древнем Китае всегда оставался один способ для социальной мобильности вот в Индии скажем социальная мобильность была начисто исключена ну что такое социальная мобильность применительно к Индии переход из одной варной класса в другой кшатрии то есть воин никогда не мог стать брахманом жрецом а ваще ремешник торговец земледелец никогда не мог стать кшатрием а в Китае в совершенно иных социально-политических и историко-культурных условиях такая надежда хотя она и была достаточно призрачной ну оставалась вот как можно было сделать карьеру одним единственным способом пройти цикл экзаменов по китайской культуре вот такие экзамены устраивались раз в год и вот иерархия организация этих экзаменов была невероятно разработана надо было продемонстрировать свое искусство в каллиграфии написание иероглифов необходимо было показать знания древнекитайской поэзии сочинений и конфуция если ты побеждал на этих экзаменах то перед тобой открывался путь карьеры государственного чиновника ну пока еще на самом исходном уровне на уровне уезда экзамена а потом из победителей уездных экзаменов отбирались те кто участвовал в экзамене на уровне провинции и так далее и так далее и вот здесь по свидетельству большинства китайских источников на исход экзамена не могли повлиять ни твое происхождение не то думал ты или не думал дать взятку членам экзаменационной комиссии так сказать способ отбора чиновников как вы видите был достаточно демократичным это довольно интересно чисто социологической точки зрения историко-культурной тоже ну вот как говорили да специалисты по истории социологической мысли о социальной ситуации в штатах десятые двадцатые годы прошлого века когда хотя расовая дискриминация на уровне закона не признавалась но реально она существовала она существовала довольно долго и вот деятельность мартина лютера кинга которая закончилась так печально он был убит как раз и явилась отражением вот этой самой борьбы за полные права как тогда говорили негритянского населения теперь слово негр считается в плане политкорректности совершенно недопустимым как говорят вместо негр совершенно верно афроамериканец ну так вот а в десятых и двадцатых годах прошлого века говорили негр или черный и для них признавалась только одна возможность так сказать не столько социальной карьеры сколько карьеры по жизни потому что если даже ты был великолепным джазменом то это обусловливало только твое приятие ну в узком сообществе таких же точно как ты чернокожих хотя вот как раз в этот период получил довольно широкое распространение вот американский джаз ну так вот единственным способом карьеры для темнокожего было стать высоко одаренным профессиональным спортсменом вот видите эти две исторических вехи разделенные ну наверное двумя тысячами лет и неприотолимым пространством если в Китае возможность социальной карьеры открывалась в результате вот победы на тех экзаменах то в Соединенных Штатах только в результате вот достижения высоких спортивных успехов в боксе в легкой атлетике позднее в бейсболе вполне вполне естественно что не китайцы не ханьцы а ханьцы это представители вот системы образующего этноса Китая первая китайская империя была ханьская империя так вот эти проводники водителей караванов естественно не были ханьцами поэтому возможность такой карьеры была закрыта а китайцы принадлежащие считавшиеся ханьцами естественно не могли поначалу и думать о том чтобы переводить на этот великий литературный язык какие-то варварские писания а вот выходцы из Центральной Азии достаточно хорошо знали и китайский язык длинности поскольку они были переводчиками при купцах а все торговые сделки по необходимости подвергались письменной фиксации и они в какой-то степени знали и древнеиндийский язык ну диалекты северо-западной Индии они знали безусловно а вот с санскритом они были более-менее знакомы таким образом искусство перевода ну насчитывает по крайней мере два тысячелетия и до сих пор непрекрасно между различными переводческими школами и выводом большинства этих диспутов и столкновений выступает ну довольно банальное высказывание высказывание о том что высоко художественное произведение можно читать только на языке оригинала ибо они никогда не могут быть с достаточной степенью адекватности переведены на другой язык можно перевести математический трактат или трактат по химии по физике можно перевести ну длинный достаточно скучный наоборот не скучный роман или повесть но перевести вот скажем японскую хайку вот этот вот самый стих так чтобы ты полностью вошел в контекст создания этого самого стиха невозможно для этого надо знать не только японский язык но и китайскую культуру с абектиозными текстами слава богу было несколько легче но проблема всегда оставалась прежде всего проблема заключалась в том что принципы такого перевода не были разработаны ибо переводов для этого не делалось и таким образом эти переводчики первые переводчики буддийских текстов функционировали так сказать в остром эксперименте кстати вы знаете что такое острый эксперимент это эксперимент который раньше ставился естествоиспытателем на самом себе и иногда исходом такого эксперимента могла быть просто гибель экспериментатора поэтому вот и возникло это понятие скорее метафорического свойства острый эксперимент искусство письма был невероятно развит в Китае существование различного рода пособия начали составляться иероглифические словари разрабатывалась грамматика правила сочинения стихов но все это не могло быть использовано непосредственно при переводах буддийских текстов на китайский здесь вот очень интересно то что со временем возникла проблема поисков достаточно адекватных семантических средств для передачи буддийской терминологии в особенности религиозно-философской терминологии вот я приведу вам пару примеров потому что они дают хорошее представление о том с какими проблемами сталкивались монахи миссионеры миссионеры и переводчики кто помнит как называется четвертая благородная истина буддизма или истина для благородных четвертая ну там название краткие емкие первое истина истина страдания второе истина истина возникновения страдания вторая третья истина истина уничтожение страдания, а как четвёртая истина формулируется? Шила. Как? Нет, Шила — это добродетель, да. Кто помнит? Ну, привет, это же формулировка буддийской религиозной доктрины. Посмотрите в запись. Ну, название трёх истин мы вспомнили. Теперь вот надо найти название четвёртой. Как? Совершенно верно, истина пути. Путь, то есть метод освобождения от страданий. Ну, надо иметь в виду, что буддийское учение никогда не было догмой. Его надо рассматривать в качестве метода. Но об этом несколько потом. Так вот, четвёртая благородная истина — истина пути. И вот ключевое слово, то есть термин «путь», обозначающий много чего, надо было передать на китайский. Кстати, что следует понимать под словом «путь»? Нет. Ну, метод понятно, но там перечислялись совершенно конкретные требования. Вот один вспомнили, скажем, шило. Но шило — это скорее метафора для обозначения вот этих самых доктринальных положений. Шило — это добродетельное или нравственное поведение, которое включало ряд непреложных требований правильного образа жизни, правильной или правильной речи. Ну, хорошо, об этом в конце концов можно посмотреть в нашем учебном пособии «Видение буддизма». Ну, так вот, возникла проблема передачи названия «Четвёртой благородной истины» на китайский. Говоря попросту, надо было подобрать иероглиф для передачи индийского слова. Ну, «путь» — русское слово, но там было индийское слово «марк» — «путь». В китайском языке, безусловно, было достаточно много иероглифов, передающих это значение. Ну, поначалу-то иероглифическое письмо пиктографическое, то есть символическая презентация некоторых функционально значащих элементов. Вот там, где встречается понятие движения, обязательно будет такое стилизованное изображение человеческой стопы, поскольку первоначально письмо-то было пиктографическим. Вот так вот, и умные переводчики на китайский пошли на недопустимый, с нашей нынешней точки зрения, подлог. Они из арсенала высокоразвитого китайского литературного языка выбрали иероглиф, который, как им казалось, соответствовал вот этому самому индийскому понятию «пути». И, естественно, выбрали они иероглиф, обозначающий дао. Ну, вы уже знакомились с китайскими религиозными и религиозно-философскими системами. Ну, вот основные религиозно-философские системы стран Востока должны быть вам прочитаны. Ну, так вот, дао — это центральное понятие вот этой древнекитайской идеологии, причем понятие дао представляет собой результат достаточно высокой теоретической рефлексии, и что является базовым понятием культуры средиземно-морского историко-культурного очага. Как вы думаете? Логос, да? Логос, логос. Ну, так вот, для китайской культуры функционально соответствующей роль вот играло это представление о дао. Дао — пути, или в более широком смысле о ходе вещей. Логос — это вот первое понятие представления, фиксирующее закономерность в ее разных видах. Ну, а теперь вот вернемся к этим самым переводам. Так вот, когда четвертая благородная истина в переводе звучала как четвертая истина о дао, то можете себе представить, какие представления о буддизме могли быть получены этими самыми новыми конвертитами. Иероглиф Дау влек за собой совершенно определенные ассоциации. И естественно, что на память приходили положения даотского учения, которые к буддизму никакого отношения не имели. Вот те культурно-исторические, лингвистические ловушки, в которых было очень легко оказаться. Поэтому вот, когда искусством перевода в какой-то степени на китайцы, частично ханьцы, то возникла необходимость созыва большого собрания таких переводчиков, на котором можно было бы установить основные принципы перевода. И действительно, такое большое собрание состоялось где-то до начала деятельности Кумара Дживы, ну, скажем, до 20-х годов, 30-х годов V века новой эры. И вот там была разработана совершенно особая и методика, и методология, которая в переводе с китайского может быть представлена таким определением. Подбор подходящего по смыслу, по-китайски ГЭИ, подбор подходящего по смыслу. Ну, а что можно было подобрать по смыслу для передачи санскритского ключевого слова, термина, которого не было в китайском гуманитарном арсенале? Поэтому пошли вполне понятным, но не очень естественным путем. Оставили этот иероглиф, который читал Скагдао, с пометой, что он понимается не по-китайски, а по-западному. Ну, для китайцев западная страна, это Индия, действительно, расположенная к западу. Один пример. И второй пример, тоже очень понятный, очень репрезентативный. Вот в любой достаточно развитой древней цивилизации возникало представление о первоэлементах греческой философии, это 4 или 5 стихий. Земля, вода, огонь, воздух или ветер. Интересно то, что в индийских религиозно-философских системах вот к этой четверке первоэлементов, правда, не во всех системах, было добавлено сознание. Земля, вода, огонь, воздух и сознание. 5 базовых первоэлементов. Буддизм, по крайней мере, классический буддизм, признает только 4 первоэлемента. Материальных или физических. А в Китае было свое представление о первоэлементах на учении о первоэлементах. В общем-то, основывалась китайская алхимия и в истории китайской гуманитарной культуры учение об этих первоэлементах представлено в мельчайших подробностях. Оно достаточно разработано. Но состав первоэлементов несколько отличался от того, что мы встречаем и в западной культуре, и в культуре Индии. Присутствует земля. Присутствует вода. Вот, кстати, иероглифы «Земля и вода» как раз и обозначают климат или времена года, ветер. Вот этот вот знаменитый фэн-шуй, да? Искусство выбора правильного места для строительства и так далее. Значит, земля, вода, ветер. А дальше дерево и железо. То есть первоэлементы, которые ни в какой иной традиции не фигурируют. Описание внешнего мира, да и не только внешнего мира, потому что в канонической абидарме четыре элемента рассматриваются, скажем, в сравнении с античной традицией несколько по-другому. Там, конечно, ключевые слова «земля, вода, огонь и воздух» употребляются в своем обыденном смысле, но поскольку язык абидармы, язык канонической, буддийской философии, высокотехнический язык, то там вот первоэлементами обозначаются базовые свойства притяжения, отталкивания, изменения и движения. И вот санскритские слова «земля, вода, огонь и воздух» кодируют вот эти самые свойства. Поэтому с буддийской точки зрения элемент земля присутствует в воде. Аргументация очень простая. Если бы этот элемент там не присутствовал, то все плавсредства, все корабли и лодки просто бы тонули. Ибо вода, а слово «вода», вы уже знаете, кодируется, свойства притяжения, все эти плавсредства не имели бы поддержки. «Поддержание», а это свойство представлено элементом «земля». И все это необходимо было перевести на китайский язык. То есть ввести в свой лингвистический арсенал совершенно новые представления, неизвестные в культуре прежде. Но прежде всего эти новые представления, обозначаемые соответствующими понятиями, должны быть, были быть переданы по-китайски. У китайцев, как я уже говорил, существовала своя традиция перечисления вот этих самых первых элементов земля, вода, огонь, что там, дерево и металл. И, естественно, там эти элементы рассматривались именно как материальные элементы, а не как всеобщее свойство физического мира. И поэтому переводчики из положения вышли довольно просто для обозначения буддийских четырех великих элементов они выбрали китайское средство обозначения и назвали эти четыре великих элемента сыда, что значит четыре великих. А вот в китайской традиции, вернее, первоэлементы китайской традиции назывались несколько по-другому. Они назывались там вот даджон, что значит великие семена. Семена потому, что именно из развития семян и начиналось развитие физического мира. А теперь вот включите воображение и попытайтесь представить себе, каким образом могла быть отражена буддийская традиция в совершенно иной культуре. если Дао иероглиф используемый для обозначения четвертой благородной истины, имел в Китае до этого по крайней мере тысячелетнюю историю потребления и обозначал нечто совершенно другое, а именно ход вещей, вселенскую закономерность. Понятно, что возникло. необходимость в комментаторской литературе, где объяснялись бы значения этих недавно переведенных индийских слов. Но надо отодолжение переводчика. в течение 150 лет сложилась определенная традиция переводов. И эта традиция получила название «Традиции старой школы переводчиков» или просто «Старой школы». К сожалению, до нас практически не дошли переводы старой школы. Сохранились только упоминания о них в более поздних китайских переводных текстах. Но, по крайней мере, уже в середине VI века Новой Эры были отработаны как принципы перевода, так и основные правила синтаксиса. Мне в свое время приходилось довольно много заниматься сравнительным анализом оригиналов и переводов. и вот я должен вам сказать, что переводы старой школы, чаще всего сделанные этническими не китайцами, не ханьцами, дают для понимания оригинала очень много, гораздо больше, чем переводы тех же текстов, на китайский литературный язык. Ну, поскольку я не индейец и не китайец, я профессионал в своей области, то понятно, что вот такие парадоксы гуманитарии иногда раскрываются с совершенно неожиданной стороны. я правда предпочитал не очень распространяться об этом, потому что и в мировой будологической традиции, и в нашей питерской синологии давно закрепилось представление о том, что наиболее совершенные переводы это переводы на вот этот китайский литературный язык в Индии. Но я скажу так, что буддийские, индийские буддийские тексты, переведенные на этот самый китайский литературный язык, это уже не индийские буддийские тексты, это тексты, отражающие китайское понимание некоторых индийских концепций, реалии и так далее. Ну, правда, уже в этот период были сформулированы правила, что надо переводить, а что переводить не надо, а можно передавать, или вернее, нужно это передавать только, ну, так сказать, в транскрипции. Вот для исторического языкознания, для теории вот китайского литературного языка это дает невероятно много, но санскрипт язык эффективный, индоевропейский язык. Скажем, произношение и название букв алфавита нисколько не изменилось за две с половиной тысячи лет истории. А вот как читались китайские иероглифы и в древности, и в ранее средневековье, мы не знаем или вернее мы предполагаем с некоторой степенью допущения. Ну вот к примеру вот название великого комментария к третьему разделу буддийского канонического корпуса кабидарма питаки на санскрите это будет вибгаша буквально комментарий или великий комментарий мы об этом говорили на позапрошлой лекции хотя и очень кратенько и вот название комментария вибгаша легло в основу наименование первой буддийской религиозно-философской школы вайбгаши ка ну а теперь представьте себе с какими проблемами столкнулись китайские переводчики для них и вибгаша и вайбгашика были словами пришедшими из этого самого западного края то есть из Индии и поэтому они совершенно справедливо решили что не надо в данном случае подыскивать ничего подходящего по смыслу а передать это чисто фонетически благо китайская иероглифика оставляет такую возможность ибо в самой структуре китайского иероглифа содержатся два не сводимых друг на друга элемента один элемент передающий смысл а другой так называемый фонетик указывающий на чтение и вот индийское слово вибгаша великий комментарий передавалось вот таким фонетическим образом бипхоша пипхоша совсем по-китайски а вот название первой пудийской религиозно-философской школы в этом плане звучало как пипхошаки пипхошаки ну естественно с течением времени все это отложилось и в памяти и в понимании но вот таких полукурьезов достаточно много веку новой эры в самом Китае сложилась мощная переводческая школа основными функционерами которой были этнические китайцы ханьцы в основном великолепно знающие естественно китайский литературный язык и вот именно с этими процессами и связана деятельность одного из самых замечательных представителей китайского буддизма Сюань Зана Сюань Зан Сюань Зан жил в первой половине седьмого века согласно китайской буддийской традиции Сюань Зан познакомился с рядом переводных индийских текстов но все это ему казалось недостаточным эти знания были для него под необходимостью выборочными фрагментарными и он задался целью совершить паломничество в западный край то есть в Индию с тем чтобы на месте изучить все базовые тексты а надо иметь ввиду что распространение буддизма в Китае было связано с распространением отдельных переведенных на китайский язык текстов передавалось не система передавался не буддийский канон в полном виде передавались отдельные сутры которые имели распространение в том или ином районе северо-западной и северной Индии на основании этих переведенных на китайский сутр возникали локальные китайские буддийские школы главным образом это были сутры уже вот недавно возникшие ну для тех времен недавно конечно традиции Махаяны великого пути или великой колесницы и таким образом первоначально ничего кроме данного конкретного текста китайские буддисты не знали для них таким образом весь буддизм сводился к данной переведенной сутре и как остроумно заметил один достаточно крупный буддолог вот первоначальный этап распространения буддизма в Китае очень коррегировал с известным индийским параболам о слоне и слепцах и семи слепых ну это такой литературный образ так называемый троп он приводится в тех случаях когда мы сталкиваемся с явным утверждением бессмысленности бессмысленности потому что вся полнота объекта отражена быть не будет ну в чем суть вот этого парабола да сказки повествования о слоне и семи слепых семи слепым предложили описать слона ну естественно в силу физического дефекта они могли положиться только на тактильное восприятие на запах и вот в результате описания получилось что слон это четыре мощных столба ну видимо он успел ощупать ноги слона другой ощупал бивень и так далее короче говоря семь способов описания того что такое представление слепых слов и вот этот довольно это довольно ну не столько жесткая сколько несправедливая шутка о первом периоде распространения буддизма Китая очень сильно коррелирует с этим известным параболом но так продолжалось только два или может быть два с половиной века потому что уже к концу третьего века в Китае было переведено достаточное количество индийских буддийских текстов но все равно все это нисколько ни в какой мере не удовлетворяло Сюан Зана он решил как бы начать все заново его не удовлетворяли переводы его не удовлетворяли эти бесчисленные главным образом устные комментарии относительно базовых понятий буддизма таких как путь который на китайский язык передавался как дао иероглифом кодирующим базовую концепцию совершенно другой идеологической системы даосизма ну правда вот передача на китайский четырех великих элементов его в определенной степени удовлетворила вот это вот сыда четыре великих или даджун великие семена потому что все было не переработать но именно Сюан Зан который провел в Индии около двадцати лет в общей сложности и выработал совершенно новую методику перевода буддийских текстов на китайский язык он стал основателем второй переводческой школы так называемой новой школы переводчиков и вот именно в переводе Сюан Зана буддийские тексты и вошли в состав китайской трепетки Сюан Зану удалось формализовать очень много переводов особенно переводов терминологии а ведь в своих переводах а затем в переводах последователей эти тексты передавались в хорошем китайском литературном синтаксисе и таким образом постепенно переводные тексты превращались в факт китайской письменной культуры именно таким языком была переведена вся утраченная санскритская трепетка благодаря этим переводам мы имеем полное представление о том как складывались традиции канона в Индии кроме того Сюан он был не только великолепным переводчиком был глубоко убежденным буддистом поэтому он считал для себя необходимым посетить все крупнейшие центры буддийской учености короче говоря он был настоящим китайцем который настоящим потому что очень любил составлять путевые записки он создал великолепное сочинение путешествия в западный край которое представляет собой ценнейший исторический географический этнографический источник для Индии того периода середины 7 века новой эры более того будучи высоко образованный Сюанзан в своих записках придерживался известных принципов разработанных на образцах классической китайской литературы поэтому описания мест строились по определенным принципам и складывались в легко просматриваемую систему именно он дал наиболее полное описание трех или четырех величайших буддийских монастырских центров университетов именно благодаря его запискам мы знаем как функционировали эти университетские монастырские центры в тот период ибо в чисто индийской литературе мы встречаем только краткие упоминания тех или иных монастырей а сведения о бытии монастырей о буддийской повседневности того периода очень и очень скудное Сюанзан побывал и не просто побывал а провел достаточно много времени в одном из таких крупнейших буддийских монастырских центров университетов знаменитой Викра-Машили Викра-Машила представлял собой огромный монастырский комплекс по свидетельству Сюанзана иногда на территории этого комплекса находилась до 20 или 25 тысяч паломников монахов что вы представляете что Викра-Машила был городом монастырем и именно Сюанзан оставил нам описание и процесса образования и техники ведения вот этого самого философского диспута Сам Сюанзан провел достаточно времени в этом монастыре где изучал основные источники по буддийской философии периода Махаян таким образом проведя в Индии около 20 лет Сюанзан вернулся назад в Китай за ним шел караван верблюдов нагруженных этими индийскими рукописи по возвращении в Китай Сюанзан и создал вторую переводческую школу или новую школу начался интенсивный перевод буддийских текстов на китайский язык но Сюанзан не только создал новую переводческую школу видимо он был отержим идеей трансплантировать перенести в Китай структуру организации буддийской санги буддийской общины буддийского образования то есть это было подвигом в условиях господства совсем других религиозных и идеологических систем в условиях тотального распространения конфуцианства и доосизма в определенных кругах и конфуцианство было основным идеологическим принципом организации не только китайской государственности но и отношения правителей подданных китайская цивилизация одна из мощнейших мировых цивилизаций пожалуй это единственная цивилизация которая сохранилась в относительно неприкосновенном нам виде вплоть до настоящего времени поэтому понятно что попытки Сюанзана ни к чему привести в конечном итоге не могли правда в этот период в Китае к власти пришла новая династия династия там просуществовавшая там 300 с чем-то лет буддизм в эпоху этой династии достиг расцвета в Китае но тем не менее после ухода или как говорят китайские буддисты нирваны Сюанзана ситуация в буддизме приняла или скажем так избрала чисто китайский вектор таким образом можно предположить что делом жизни всей жизни Сюанзана была институционализация буддизма в Китае и прежде всего предание буддизма государственного статуса на китайской почве Сюанзану удалось воспроизвести монастырскую структуру монашеской жизнедеятельности и системы образования ибо буддийское образование в этих городах монастырях достигло высочайшего уровня развития задолго до первых западноевропейских университетов а до сих пор продолжаются споры о том какой же университет католической средневековой Европы был первым Болонский или Парижский но это после 12 века новой Сюанзан был в таком монастыре в монастырском университете где-то за 550 лет до этого он довольно полно описал систему высшего буддийского образования когда в структуре буддийского знания начали возникать факультеты на которых занимались изучением совершенно определенных буддийских дисциплин в частности существовал философский факультет в полной мире в полном объеме вот эта схема буддийского монастырского образования будет позднее воспроизведена в тибетском буддизме эта система существовала вплоть до исхода части тибетского монашества из тибета 1959 год эта система ну затем она была восстановлена правда в гораздо меньшем объеме эта система буддийского монастырского образования получила распространение в России в Бурятии до некоторой степени в Калмэйке и в Тугли ну поскольку эта система известна достаточно хорошо я ее кратенько воспроизведу или вернее опишу значит монастырский университет как правило включает три факультета один факультет можно назвать философским правда в отличие от европейских университетов период обучения там мог длиться до 20 лет ну поскольку обучались монахи то вполне понятно что процесс обретения образования был невероятно насыщенным когда не терялось ни одного часа зря на философском факультете изучались пять базовых дисциплин представленных соответствующими текстами ну вот прежде всего это тексты так называемого праджиня параметского цикла тексты вот мадьямики третьей школы буддийской философии основным тезисом который был тезис о пустотности бытия вернее о пустоте причем пустота понималась не в смысле помещения в котором ничего нет пустота понималась в смысле отсутствия реальной подлинной субстанциальности то есть субстанциальности самодостаточной замкнутой на самое себя не нуждающейся в своем бытие более ни в чем субстанциальности в смысле внутренняя природа вот с точки зрения философии этой школы внутренняя природа пуста пуста потому что она не обладает такой самодостаточностью что в своем развертывании становлении в своем бытии в более широком смысле слова она зависит от других причин и условий а если она зависит от причин и условий следствовать следовательно она не обладает реальной самодостаточностью ибо она пуста вы видите какой своеобразный способ понимания этой вот ключевой концепции концепции пустоты ну так вот ранее махаинские сутры которые называются по-индийски праджня параметра сутры праджня это мудрость мудрость технический термин буддийской философии мудрость там совсем не то что было принято поднимать под этим словом в странах античного средиземно-морского ареала да вот сократ мудр платон мудр и так далее мудрость понималась в очень ограниченном и абсолютно безусловном смысле мудрость в собственном смысле слова это развлечение дхарма анализ дхарма а дхарма дхармы с маленькой буквы как вы помните а может быть и не помните это предельное далее неразложимое элементарное состояние сознания и психики ну так вот тексты вот ранее тексты уже махаевского цикла получившие названия праджня параметра как раз вот и были посвящены интерпретации дхарма с точки зрения пустоты ну значит праджня это мудрость параметра санскритское слово которое условно можно передать на русский на латынь это одинаково в данном случае удобно словом трансцендентное ну что такое трансцендентное пользоваться обыдным русским языком как можете передать это слово как запредельное совершенно верно так вот эти сутры праздне параметские сутры это и есть сутры запредельной мудрости правда надо сказать что для базового этапа развития философского знания характерна супер позиция различных исторически различных типов мышления логика дискурсивного и мифопоэтического совершенно различные типы мышления но они не только сосуществуют они находятся в отношении суперпозиции то есть они проникаются друг друг и вот эти сутры запредельной мудрости в конце концов вернее не в конце концов а в совершенно конкретных интерпретационных ситуациях становится самой матерью мудростью представленной иконографически индийской и буддийской философии это совершенно отдельная дисциплина к сожалению у нас нет возможности останавливаться на этом более подробно но это совершенно новый самое поразительное практически неизвестный в европейской философской культуре мир потому что то что обычно подается под видом индийской философии это достаточно унылый серый унылый серый пересказ некоторых достаточно поздних источников мало что отражающих из того что было в реальной вот так вот на первом курсе этого философского факультета первый год изучения изучались вот эти самые сутры праздника параметского цикла вместе с комментариями причем вот я сам не видел но мне рассказывал мой давний учитель тибетского языка к сожалению покойный преподаватель восточного факультета Ленинградского государственного университета Бронислав Иванович Кузнецов автор нескольких книжек о тибетском буддизме о боне до буддийской религии тибета ну очень интересный человек мне рассказывал что он попал я сейчас уже не помню то ли в монгольский то ли в бурятский монастырь ну там принципы организации образования несколько иные чем вот индийских монастырских университетов там вот набирают мальчишек где-то в возрасте 12 лет сначала они студируют совершенно особую дисциплину буддийскую сконструированную не в Индии а центральной Азии эта дисциплина ну может быть названа основой логики и эпистемологии когда вот обучаются силогистике и основным концепциям да вот получающим разработку в теории познания ну так вот интересно не это другое интересен сам процесс обучения там процесс еще не университетский так сказать поэтому первые годы или первый год практикуется практика запоминания запоминания прежде чем быть изученным и пропущенным через интеллект текст должен быть запомнен полностью но представляете да вот если бы вас ну скажем 17 лет заставили здесь запомнить науку логику Гегеля а а вот в близких университетах да и не только в университетах а так сказать в средней школе вот запоминание текстов было чем-то совершенно обычным ну особое правило небо техники то есть техники запоминания и так далее так вот первый этап обучения это запоминание правда это еще индийская традиция получившая распространение страны буддийского ареала затем размышления по поводу запомненного второй цикл обучения и третий цикл это созерцание запомненного и изученного то есть это собственно вот буддийская йога и что такое созерцание созерцание термин в значительной степени пустой им обозначается концентрация сознания именно на этом объекте именно на этой теме концентрация происходящая при совершенно определенных условиях по определенной технике повышение ранга или уровня сознания когда сначала предельно сужается внимания сконцентрированного сознания и когда вот такие состояния непрерывно воспроизводятся это приводит к успокоению протекания психических процессов ну к сожалению это тема отдельных лекций или даже отдельной дисциплины ну так вот и Бронислав Иванович рассказывал мне как он наблюдал вот за первой стадией процесса обучения во дворе монастыря ну может быть это под улакбатором был монастырь я просто забыл так давно не рассказывал вот двор обычно засыпан или песком или просто глина причем эта глина непрерывно поливается и в результате получается поверхность гладкая как стекло кстати вот интересно то что в некоторых полупустынях центральной и южной Азии вот имеются так называемые такыры это глиняная поверхность абсолютно отполированная образовавшаяся в результате ну бывших проходивших весной дождей и вот некоторые асы автомобильных гонок очень любят выжимать максимум вот как раз на таких такырах потому что именно на такой поверхности получается максимально возможная скорость но правда вот так по рассказам там довольно часто гибнут кончики потому что ну на скорости скажем 450 километров в час если ну на твоем пути оказывается трещина то естественно в этом самом такыре в этой поверхности то естественно шанса уцелить нет ну так вот на таком маленьком такырчике во дворе монастыря в кружок или полукружье усаживаются вот эти самые ученики они вот по-бурятски хувараками называются это даже не послушники а те кому предстоит потом после этого вот цикла обучения сделать выбор изберут ли они этот монашеский образ жизни или снова вернуться в мир ну так вот вот усаживаются эти ребятишки перед ними вот лама учитель который держит в руках такую хорошую бамбуковую палку взмахивает этой палкой и начинается рецитация соответствующего текста то есть чтение текста наизусть ну какое-то время это продолжается минуты две или три потом лама указывает этой бамбуковой палкой на одного из этих самых хувараков все умолкают и чтение должен продолжать только тот на кого указана палкой и если получается так что ничего не изучено не выучено на память а просто ребятишки бормочут что-то что отдаленно напоминает рецитацию текста то тогда вот этот уличенный этой самой бамбуковой палкой побивается но зато это вкладывает знания надолго ну так вот значит сначала изучаются вот эти сутры праджи параметры запредельной мудрости потом сутры философии мадьямика философии пустоты потом изучаются базовые тексты третьей буддийской религиозно-философской школы школы Вижняновада то есть школы теории сознания а затем в качестве четвертого базового предмета изучаются правила вина и дисциплинарное правило поведения монахов ну а вы помните что таких правил для монахов 225 правда в некоторых школах это 257 а для монахи правил двое больше и и наконец последний заключение заключительной дисциплины выступает вот абидармакоша масубандо масубандо энциклопедии абидармы то есть буддийской канонической философии ну слава богу мы перевели на русский язык три четверти три четверти этой самой энциклопедии да это было издано тремя томами значит профессора Бостровска и мною два первых тома вышли в Москве первый вышел в 1998 второй вышел в 2001 и вот третий том вышел в мае этого года мы рассчитываем полностью издать русский перевод этого источника потому что вот эта энциклопедия буддийской канонической философии это то что завершает цикл высшего монастырского образования и этот источник по сути дела представляет собой ну подлинную энциклопедию не только религиозно-философской но и религиозной мысли базового буддизма не только но и Продолжение следует...